МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня за нашу невесту будут бороться будущий премьер-министр Максим, прославленный архитектор Иннокентий и покоритель мира Александр. А невеста у нас Светлана. Давайте посмотрим. Светлана, 29 лет. Пыталась устроить личную жизнь на работе, но коллега предпочел ей свою жену, а пациент – свободные отношения. Светлана – офтальмолог в известной глазной клинике. Обожает выходить в свет и принимать гостей. Мечтает создать семью и с помощью будущего мужа открыть частную больницу. У избранника Светланы обязательно должен быть высокий интеллект, высшее образование, недюжинное здоровье и хороший достаток. Только такому она готова родить троих детей. Давайте встретим Светлану. Мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Пожалуйста, проходите. Тебе нравится каска? Уже брюнетка – это уже здорово. Здравствуйте! Мы снова рады вас видеть. Спасибо, взаимно. С кем вы сегодня? Я опять же со своими любимыми подружками Ольгой и Еленой. Очень приятно. Сразу вопрос к профессиональному астрологу Василисе Володиной. В чем причина одиночества Светланы? Может быть, она просто слишком яркая? Я думаю, что есть немножечко завышенных амбиций и есть желание выбирать мужчину не по собственному велению души, а скорее по велению социума. Ну вот есть какое-то сложившееся стереотипное представление о том, какой должен быть нормальный, правильный мужчина. И выбирает наша героиня примерно таких, но ничего с ним не складывается, а просто потому что душой не пытается их поначалу почувствовать. Угу. Какой ряд на рынке у нас? Куда товар ставим? Куда-нибудь подальше от глаз людских или наоборот? Ну, возраст, конечно, критический, но придано неплохое образование и доктор, как говорится, особенно к старости глаза беречь надо. Да, да. Она всегда поможет. Ну, а то, что завышено у нее требования, это мы быстро обломаем на передаче. Быстро сориентируем, куда надо. Да, да. Вы были у нас на программе, вы нас всех покорили, вы были одной из невест, вас не выбрали, было обидно? Нет, ни капельки не было, не обидно. Почему? Потому что жених мне не понравился. Боже мой, какая прелесть. Как долго вы были с мужчиной, который на тот момент был, по-моему, несвободен? Да, был у меня определенный промежуток времени, когда я встречалась с несвободным мужчином, ну, достаточно длительный он длился, этот роман примерно 5 лет. Он был без ума от меня, по его словам. Он мне отвечал горы счастья. Клинику нам, да? Ну, было и такое. Да, а про жену говорилось, что она глыба льда. Да, совершенно верно. Она как-то слишком инфантильная, по-моему. Да, она немножко, да. Она обещала. Как маленькая. Хорошо, почему на вас не женился тогда? Если бы я знала. Ну, ладно. А потом у нас появился, так сказать, пациент. Он очень так красиво ухаживал за мной. Уж насколько я могу быть сдержанной, я не устояла. Вообще трудно перед вами устоять. Ну, в общем, девушка кокетка, я так полагаю. Ну, кокетка, это уже понятно, да. Однозначно. Он мне на первое свидание сделал замечательный подарок. Кольцо с бриллиантом. Супер, круто. Я отказывалась, конечно. Ты что, прохачивай переживать. Он говорит, если ты не возьмешься, я бросившись под машину. Ну что, мне пришлось взять? Вы же не травматолог, правильно? Если он бросился под машину. Вы же только на короняк глаза ему могли бы вставить. А ноги-то вызывать пришлось бы. Ноги, ладно. Ну, понятно, что лучше друзья девушек бриллианты. Это понятно. Да, да, да. Потихоньку ценности человека проявляются. Короче, закрутилась, как говорится, да? Закрутилась, завертелась. И он мне понравился. В общем, сколько у вас с пациентом продлился, Роман? Ну, около полутора лет. Смотри, как много. А почему не замуж не вышли? Он мне поначалу предлагал руку и сердце. Говорит, вот я тебя добьюсь, даже если ты не хочешь, я знаю, как это сделать. Почему она не с ним осталась? Бриллиант был маленький. Да, это возможно. Ну, как-то так получилось по случайному стечению обстоятельств. Он говорит, я уезжаю в командировку. Света, я вот сейчас прям вот в аэропорт, в Тюмень, на две недели. И потом, где-то через пару месяцев я увидела в его документах, которые он меня уже сам попросил посмотреть. Свет, найди там вот мой паспорт. Я увидела, что вот там зарезервирована именно на эту дату путевка в Таиланд. Он уехал с другой девушкой. А что же он не ликвидировал-то все это? Но объяснение-то все равно последовало? Объяснений не было, как таковых. Я был в Тюмени. Все. И потом на Новый год так получилось, что он... Опять в командировку. Опять в командировку. И так получилось... В Курск якобы. Нет, ну, якобы в Курске получилось, что на Кубу поехал. Слушай, это уже была последняя карта. Чтобы не путаться, К Куба. А так раз, хоп у него это. А в Курске, как известно, абсолютно такой загар. Ну, чисто такой южноамериканский. Ну, конечно. Поэтому, когда он приехал, сказали, я так и знала, милый, что ты был в Сибири. Ну, я спокойно к этому отнеслась. Не, ну как? Загар, ну человек приезжает. Да, из Таиланда, да. Сделала соответствующие выводы и сказала, до свидания. Нет, Свет, ну правда, ну что-то здесь не сходит. Ну, приезжает парень с загара. Я тут бриллиантом подарил. Могла бы простить, что приехал. Загорелый там какой-то... Он смугловатый, молодой человек, но не было видно загара как такового. Ну, ладно, поверим. И вот вы ему эти бумажки-то в лицо... Уж я бы, офтальмолог, это заменила. Да, конечно. Да, офтальмологи слепы, когда дело касается любви. Хорошо, Свет. Ну, здесь, конечно, я не верю. Вот такая заминочка вышла про загар-то. Ну, в общем, вы ему бросили в лицо-то все свои обвинения и факты? Ну, он не отказывался? Не отказывалась уже, но... Все приперли. Угу. Мы застали в росток. Ну, можете сказать, что вы уже девушка с прошлым, пожили, пообжигались? Да. Нет желания мстить теперь всем гадам? Нет, ни в коем случае. Клин клином надо вышибать. Правда ведь? Один мужчина ушел, никудышный. Другой хорош пришел. Вы знаете, Роза, я сторонник таких вот стабильных отношений, достаточно длительных. И для меня вот выбрать партнера для жизни – это целое искусство. Она себя просто пытается показать, вот какая она вот вся из себя такая, ну, недоступная, красивая, такая яркая. Иными словами, набивает себе цену. И достойна таких вот подарков больших. Образ, ты хочешь сказать, это образ, да, такой? Елена и Ольга, может быть, вы нам поможете? Ну, смотрите, ну, правда, красивая, образованная, пользуется успехом у мужчин. У вас их полно там в той же клинике. Чего так, невезух-то? Что не так в вашей подруге? Ну, честно, скажите. Я бы сказала, завышенное требование. А вот требую от своих мужчин. Светлана что им дает? Светлана, она может дать многое мужчине. То есть она очень заботливый человек, хозяйственная. Подружек надо рассмотреть лучше. Скажем так, что ли? Если они все такие, то это я свихнусь уже через неделю. Любите ходить на всякие светские рауты? Это вот что это такое? Это театр, в первую очередь. Умницы. Кинотеатры. А чего там себе не находите? Выставки, музеи. Они там все уже ходят парами. Скажем, что в очередь за попкорном, что ли, она познакомится с кем-то? Ну, только в Голливуд. С такими данными. С такими вот этим вот манерами, разговорами. Да. Барби. Я сейчас занимаюсь сальсой. Углубленный, изучаю английский язык. Так что занимаюсь собой. И надеюсь, вот мой будущий, мой жених, настоящий мой будущий муж, будет соответствовать мне. Такой же будет целеустремленный, самодостаточный. Остальное мы вам сами, можно пожелаем? Роза. Ну, я просто хочу, Светь, напомнить о том, что, если вы считаете, что вы достойны идеального партнера, а те характеристики, которые вы, в общем-то, предъявили мужчине, это практически идеальное, в общем-то, то есть вероятность того, что вы останетесь в одиночестве. Вот смотрите на его нормальность. Нормальность в том, что хороший парень, умеет зарабатывать, хорошие возможности. Перспективный. Ну, пускай будет перспективный, но главное, чтобы заботливый был. Перспективный, да. Перспективный, это значит, будет на меня пахать, а я буду сидеть на шее и цвести. Я так думаю, Светлана, по-настоящему вас оценить может только человек пожилой. Эстет. Не, вы надо мной не смейтесь, серьезно. Потому что вы, ну, не из дня сегодняшнего, правда-правда. Вы совершенно такой рафинад для зрелого, для умного, для немного надорвавшегося с опытом, у которого было разное, и которому все вот сегодняшнее современное, компьютизированное противно. И он вас оценит. Вот такую куколку-балетницу будет пылинки сдавать. То, что вам и нужно. В общем, взрослого. Василис, я смотрю на вас и удивляюсь, почему вы до сих пор не засватаны. Мне кажется, что вы должны пользоваться успехом у мужчин. Но налицо внутренний диссонанс. Вы, с одной стороны, внешне мягкая, но внутри выставляете очень жесткие требования по отношению к мужчине. Причем требования, прежде всего, социальные. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы посмотрели на мужчин чуть-чуть, не с материальной точки зрения, и с чуть меньшей гордыней. Но мне кажется, что отношения должны быть наполнены искренностью и желанием вместе что-то делать. Вот я вам желаю этого именно. То есть ты хочешь сказать, что она, как настоящий офтальмолог, видит соринку в глазах молодых людей, а бревна в своем глазу не видит, да? То есть то, что можно Светлане, молодым людям нельзя. Ну, можно, а что вы красивая имеете право? После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай по жене». Все на студии Светлана. Идите знакомиться с первым женихом. Удачи. Спасибо. Здравствуй, Светлана. Здравствуй. Рад тебя здесь приветствовать. Я хочу сказать, чтобы ты сделала сегодня правильный выбор. Я знаю, что ты его сделаешь. Это говорил не я, теперь я. Привет, я Максим. Да, добрый. Спасибо. Спасибо. Это был шок абсолютно. Девушка испугала, Лариса тоже испугалась. Давайте на вас посмотрим. Максим, 29 лет. Политик и бизнесмен. Собирается стать премьер-министром и открыть ресторан русской кухни, в котором раз в месяц будет устраивать ужины для вип-гостей. Жена Максима была слишком молодая и несерьезна. Она не готовила, не убиралась и не следила за его имиджем. Надеется, что Светлана будет жить его интересами. Вась, может быть, причина одиночества нашего жениха в том, что он нацелен скорее на карьеру, чем на семью? Ну, вовсе нет. На самом деле, для мужчины построение карьеры обязательно. Но если у мужчины Венера в Водолее, а у правитель седьмого дома Луна, в совсем другом знаке, в Козероге, то обычно бывает так, что мужчина выбирает себе женщин легкомысленных, веселых, легких, а потом ждет, что они вдруг начнут с чего-то кастрюли чистить, варить пюре ему готовить, наглаживать рубашки, ну и вообще его со всех сторон любить. Погладить-то иногда можно. Роза, какая ликвидность нашего жениха на твоем рынке? Хорошая ликвидность. Единственное, конечно, животик у вас, к вашему возрасту, надо убирать. Ну, будем стараться убирать, если ты поможешь. Надо убирать. Будем вместе на тихо сходить. А так, Роза, хорош, молодец, хорош. Максим, а сколько лет было вашей супруге, когда женились? Восемнадцать. А начали ее обихаживать с шестнадцати? Откуда знаете? Я же ясновидящая. Я так и знал. Ну, и что там началось, когда поженились? Сначала, то есть не было отдельного жилья, жили с ее родителями, все нормально, то есть я выходил на работу, приходил, все, оказывается, все делала мама. Потом, когда начали уже отдельно жить, с каждым днем я начал разочаровываться. А вы себе как-то обговорили обязательства в семье вашей и ее? Вы зарабатываете деньги? Я не раз проговаривал, то есть не раз садили за стол переговоров, говорил, давай так, 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 разложим. Ну, так, так, в смысле, вы хотите ходить в свежих сорочках, да, чтобы дома не было пыли, грязи? Чтобы я приходил домой, как домой. Пришел с работы, да, вот так, так и так. Сорочки здесь, трусики здесь, маечки здесь. Вы женились уже взрослым парнем, который... 25 лет не было. Да, ну, конечно, разница в возрасте. И после этого я пришел... Человек вообще ничего не хотел, как я понимаю, не учиться дальше, да? Ситуация такая, значит, с образованием. Все, пошла учиться, прошло полгода, зачетку спрятала, я учусь-учусь, оказывается, ее уже отчислили. Направо пошла учиться, два занятия отходила. Я думал, что ходит все. Скажите, а можно сказать, что вот как только она вышла замуж и резко изменилась? Меня, скорее всего, очень сильно обманывали. То есть она много что-то скрывала, а потом все это начало поплывать. Вот. Получается такая ситуация. А вы, бизнес у вас в какой сфере? Юридические услуги у нас. Юридические. А вы еще хотите ресторан открыть? Потому что я люблю готовить, и... Но жена ваша тоже должна готовить, да? Конечно. Желательно. Ах, нет. Желательно. И поесть вы тоже, судя по всему. Да что ж ты уже этому поесть поесть? Ну, послушай, ты на себя посмотри! А кто ему еще скажешь, кроме меня? Я как мать говорю. Полные мужчины, они все добрые и очень щедрые. То есть полнота, она как-то вот, знаете, тоже просто вот, ну, статистика или опыт, что они все полные люди, все добрые. Ой, вы знаете, это, могу сказать, расхожий миф, потому что мой личный опыт говорит совершенно о другом. Ну, вот похудел, значит, сволочью стал. Ну, все такие они, какие сухопары, они какие-то вот прижимистые, какие-то вот, что-то считают, краят, вот, это не дам, а это вот широкий шаг. А может, подумать, ваш жених не считает. С ним еще, знаешь, как поразбираться придется? Тем более юрист. Вот наш жених-то как раз очень бесшабашный, и деньги тратят вот так вот, 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 бесшабашно, скажем так. Купить, куплю, подарить, подарить. Это он такой, да? Да. А зачем? А он такой он добрый. А зачем? Ну, килограммов столько доброты. Да, так мало. Сколько килограмм доброты в нем интересует? А мне доброты гораздо больше, чем в килограммах. Такой парень-то хороший, и вот ты вот прямо, ну, не везет ему с девчонками, не знаю почему. Правда не знаете? Что? Ну, почему не везет? Вот хочу, сама пытаюсь выяснить, но вот не могу понять. Потому что добрее, Максим, я не встречала действительно человека. Вот, что тебе привезти там, покушать там, вот он едет куда-то, говорит, я тебе привезу там чуть ли не в клювике. Хотя мы просто коллеги поработали, не только мне. А если она скажет, не надо покушать, лучше деньгами? Денег даст. Может, да. Ой, хорошо, вот клинику девушка у нас мечтает. Будем продвигать. Да? Зайдем спонсоров, продвинем клинику. А чем-то хотите вот сейчас на берегу сообщить потенциальной избраннице? Ну, у меня ненормированный график. То есть я могу уехать в 6 утра, приехать в 12 ночи. Но не на Кубу, надеюсь, не в Таиланд. Нет, я слышал это все. Да, да, да. Ужасный ужас. Я не люблю, когда люди врут, и я не люблю врать. Я четко, жестко говорю, я еду туда, могу предоставить документы, все. То есть и с загаром я точно не приеду. Это однозначно. Да, ему даже, может быть, и красавицу не надо, ему нужна та, которая будет только его слушать и все его капризы выполнять. Мои родители, вот так получилось, что они у меня герои, в огромной семье меня воспитали, у меня 4 родных брата. И что я хочу сказать, вот как пример, возможно, вашей той бывшей избраннице, меня мама учила не с 16, не с 18 лет, а прививала это, ну не с рождения, но с того возраста, когда я уже навыки могу приобретать, ну с детства. Братья делали за нее все. Не, и баловали ее, как маленькую куколку. И баловали куколку, да, она кукольная, прелестная кукла. Я люблю готовить, я люблю убираться. То есть можете бабу упахать, придет с работы она еще и... В выходные могу я готовить. А я знаю, что вы не только готовить умеете и пародировать, но вы еще и хорошо поете. Как вам сказать, хорошо, я учусь, но для тебя буду стараться. А можете сейчас прямо вот? Свет озарил мою больную душу, нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает всех. Ой, Макс, ты не умеешь петь, зря. Я не смел тебя желать. Вот если даже у вас не сложится, вот так вот, положая руку на сердце, многое бы отдали, что вот со Светой? Ну что, даже так можно спрашивать прямо. Вам нельзя, интеллигентным женщинам, а мне можно. А Ларисе все можно. Конечно. Все бы отдал. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Мне опять страх в глазах. Вы поняли. Надо быть, быстро, когда уже закончится. Почему начальный период времени отношения с вашей супругой, вы жили с родителями? Ты просто привыкла, я тоже с клиентами работаю, ну и как-то вот, давай все-таки на ты сразу. Не смущайся. Зачем вы перешли на ты? Рано еще? Конечно. Прости меня, пожалуйста. Не за что. Ну так, ответ. Еще раз тогда вопрос. Что послужило причиной, что вы жили с родителями? Не было отдельного жилья. А, не было. Потом появилась, мы переехали в владельную квартиру. А сейчас есть у вас все, слава богу. Вы хорошо, тогда свое можете сдавать, а жить у Максима. Вот, именно об этом я и хотела узнать. А можно покажите сюрприз, который подготовили? Да, жеманная девушка, помните, что там говорить. Моей судьбе есть только ты. Одна любовь и боль моя. То ли на радость, то ли на виду. Гу-гу-гу. Попал. Да, да, да. Ты думаешь, попал? По-моему, не попал. Нет, не попал ни разу. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветочные поля. Для тебя. Мы резюмируем следующее. Ужасный жених. Ужасная песня. Ужасная исполнительная. Ужасная жуткая. И что для тебя живу я под сон. Я от тебя. Молодец, умница Постарался Мы за вас Проходите в свою комнату И сваты вам огромное спасибо Вы так сопереживали, это здорово А я здесь все Супер Я что-то перенервничал Девчонки, что вы скажете? Я думаю, что этот человек готов Для семейной жизни Он созрел Он хочет стабильность Хорошую жену И, конечно, детей А вы что скажете? А мне кажется, что Максим очень требовательный И, честно говоря, я не доверяю мужчинам Которые плохо говорят о своих бывших женах Во-первых, он ни одного слова плохого не сказал Он озвучил претензии Он озвучил проблемы По которым его брак распался О чем вы говорите? Сказал, что он должен Есть горячий завтрак Ходить в свежих сорочках И чтобы его жена, как минимум, ждала дома Ни под телевизор, ни под сериалы Чем же требовательность? Завидует подружка Может быть Да А как вам, Светочка? Мне жених понравился Понравился в первую очередь Я думаю Вот своей добротой, открытостью Ну я же старался Плюсик заработал Плюсик заработал Пиши, плюс в нашу копилку Ну, послушайте Взрослая женщина, его свидетель Навряд ли стало бы так вас Навряд ли Обманывать, зачем? Ну, если она говорит Взрослая женщина, что он добрый Давайте поверим Ну, в его глазах видно, да Я в глазах Максима увидела Такое страстное желание Жить с женщиной И такое желание иметь семью Что все готов Спойте, пожалуйста Это, пожалуйста Все, цветы На колено встал Господи, Боже мой Она, кстати, похожа на Смираль Ты когда посмотришь какие-то кателлы Прям вот слушай в тему Ага Смираль, да Смираль, да Мне Максим понравился Действительно открыт Готов Вот качество я выделяю особо Потому что все остальные В общем-то Одни достоинства Как говорится Веселый Второй плюсик Пишет копилку Записали Значит, Лариса плюс Роза плюс Еще что скажет Василиса Максим, на самом деле, сложный Человек неоднозначный Очень сильно шифрующийся Я думаю, что вот Тот образ рубахи парня Доброго Совершенно не соответствует Внутренней действительности Меня немножко Раздражало Слишком большое упорство Максима в том, что касается Возможности перейти с вами на ты Вы четко свою позицию обозначили Сказали, нет, пока не хочу Он продолжал называть вас на ты Хотя, мне кажется, из уважения Можно было бы сделать один шаг назад И, в общем, принять тот стиль Который вы ему предлагаете Так во всем Он ни в чем не будет соглашаться Везде будет гнуть свою линию Новая встреча через несколько минут Давай поженимся Теперь ваше мобильное Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет Днем и ночью Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Светлана Идите и знакомьтесь со вторым женихом Удачи Приветствую У меня была заготовлена одна фраза Но я начну с другого Да, ты фантастич Ты фантастична Вы Прости Спасибо Спасибо Подыграл Он как-то, да Он подыграл Здравствуйте, Иннокентий Давайте на вас посмотрим Иннокентий 35 лет Свободный архитектор Говорит на английском И немецком языках Практикует медитацию Мечтает о славе Признается, что в быту он тиран А в отношениях сиборит Когда брак Иннокентия Трещал по швам Внезапная встреча с одноклассницей Подтолкнула его к разводу Надеется, что со Светланой У него не возникнет мысли об измене Причина Иннокентия В одиночестве То, что он тиран и сиборит Или есть какие-то другие Скрытые причины Как ты думаешь? Я думаю, что ему действительно Не очень просто слушать окружающих Проще слышать себя Называет он это тиранией Хотя тиранией не является На самом деле Никакой не тиран Я бы сказала Мне кажется, что это преувеличено Другое дело, что целеустремленно Имеете свои требования к женщине Это вполне нормально Всегда готов уйти на компромисс Но это со временем корректируется Роза, какова цена на твоем рынке Наших женихов? Ну, семь из десяти В принципе, опыт семейной жизни есть Ребенок, конечно, все будет притягивать к себе И наверняка на первом месте Алименты, сама понимаешь, да? Работа, правда, то густ, то пусто Не могу работать У меня вот настроения нет И жена пойдет на место него работать Не, ну вопрос Хороший архитектор, плохой архитектор Я, безусловно, хороший архитектор Бывает пусто Ну, в принципе, зато он статный, красивый Знаете, дети красивые будут Однозначно Аплодисменты Унакентий Если бы не внезапная встреча С бывшей возлюбленной Со старой любовью Брак был бы сохранен как-то? Нет, конечно Это совпадение Я не считаю Ну, расскажите свою историю Причина развода была не одноклассница Просто кончилось отведенное количество Кончилось отведенное количество чего? Ну, видимо, любви И что, вы хотите сказать, что одноклассница была похорошевшей А не разожравшаяся, нет? Нет Когда встречаешься, думаешь, боже, ужас Я его любила Кошмар Лариса, вы знаете, лучше меня Прекрасные женщины с возрастом становятся только лучше Правда? А она была свободна? Да И вас закрутило с ней? Да И вот когда уже все перевспоминали Все походы Как учились курить там за школой Там тра-та-та Вот все эти воспоминания закончились Что началось? То, что вслух сказать Что? Вот Случилась любовь Ну, так а почему вы не с ней-то сейчас? Не с своей школьной любовью? Потому что школьная любовь, это школьная любовь Она должна оставаться Ну, вот я и говорю Когда уже все было перевспомнено, перепоговорено Тогда и кончилось Ну, так можно было вернуться к жене? Это было весна Не можно Не знаю Почему она бы не приняла? Как вам ответить? Не спрашивала Она боролась за вас, нет? Да Нет, да, все Молодец Она же человек Однозначно Иннокентий, сегодня чего хотите от брака? Взаимопонимание А что это такое? Когда люди умеют читать мысли друг друга Опа Захотелось прыгнуть в фонтан Лето, жарко Прошлый август 2010 года Очень жарко В светский раут Ну, говоря Завялись за руку И друг другу поняли И прыгнули в фонтан Проще говоря, жить на одной волне Да Именно так Это здорово А по-другому браки не случаются Нет, по-другому На противостоянии можно Когда жена своему мужу объясняет Ну, что мама недообъяснила Что хорошо, дорогой А что плохо Нет, правильно Плохая жена Это когда Иннокентий в жару бросается в фонтан Радостный А она крутит пальцем у виска И вызывает Скорую Со смирительной рубашкой А надо было бы Нормально Я очарован вами Просто Спасибо Прелесть Прелесть-прелесть, да? Вот Во-первых, образованная Улыбка Кокетство Причем, наверное, кокетство в избытке Но пока оно уместно А почему в избытке? Вы же тоже любите дурачиться, ребячиться За руку в фонтан Ну, я делаю это, наверное, ну, как минимум раз в неделю Но не чаще Нет Нет, Максим, с тобой интереснее было бы ей Он какой-то вот скучный А для вас важно, чтобы ребенок ваш принял вашу избранницу в будущее? Ну, это мой выбор, в первую очередь Для ребенка это... Если будет капризничать, если будет все делать для того, чтобы ваш союз разрушить? Я в это не верю Я скорее считаю, что, предположим, да, что мой ребенок и Светлана будут капризничать вместе Потому что вы наверняка капризничаете Смотрите, а свое жилье у вас есть? Нет, я снимаю То есть вы в жене все оставили? Да Ну, сапожник, как правило, без сапог Ага, и когда планируется? Как только, так сразу Не, не как только, нам такой нет Правда? Роза, я тебе хочу сказать, весь мир практически, особенно люди до 60 лет, живут в съемных квартирах Экспериментируют, пожили там, в другом месте Это нормально, почему нет? Ну, кто сегодня может иметь хорошую квартиру себе родителей? Ну, говори Ну, извините, Лариса, весь мир цивилизованный живет в съемных квартирах, но мы живем в России И у нас, извините, это не порог Абсолютно У вас есть все шансы покорить меня другими своими плюсами? Например, какими? Я образован, я воспитан, интеллигентен, учтив Хорош с собой О, марсистый Красивый, необыкновенный Скажите, недостатки? Есть ли они вообще? Конечно, есть Зануда, это очень большой недостаток Ну, вы сами зануды, между прочим В хорошем смысле Но красивая зануда Да Я тоже зануда, честно Зануды, пойдемте посмотрим на ваш занудный сюрприз, который вы приготовили Была глобальная идея Она по-прежнему существует Уехать жить в Германию Именно на юг Германии Я обожаю Баварию Каждая немецкая жена Раз в год на Октоберфест Встречает гостей, мужа В своем доме И она должна обязательно выносить пиво Этим гостям Так, ну во всяком случае Это оригинальный Чет песня в микрофон Я так понимаю, что в октябре он ездит Она от Оборфест Высшим пилотажем Считается вынести сразу все пиво Всем гостям За один раз Рекорд По-моему, 6 или 8 кружек в одной руке А вот У вас гораздо проще задача Три кружки в одну руку Три кружки в другую Маленькая ремарка Я вообще не пью Поэтому здесь пиво исключительно безалкогольное Ну давайте, пробуйте АПЛОДИСМЕНТЫ Уравняла Потрясающе Внимание Гостям Питэ? Питэ? А, Питэ? Нет Постепенно будет ее так это Тренировать А, тренировать Да Ну справилась с задачей А, на кенсии На 5 баллов Здорово Вы великолепны Спасибо, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Светланочка, идемте со мной АПЛОДИСМЕНТЫ Елена и Ольга Как вам жених? Хорош жених Главное, что он образованный И вот у него Есть определенные цели в жизни И он может добиться во многом Перспективный Как бы Она на меня смотрела На самом деле Такими вкусными глазами Что мне хотелось Переключиться на нее Иннокентий Очень располагающий Очень приятный Молодой человек Но, честно говоря Ничего конкретного Он не сказал Какие у него перспективы Что, как Про какие перспективы Вы все время говорите Он что, выглядит неудачником Бомжом Который живет в коробке Он живет в хорошей съемной квартире Потому что уважает себя Потому что современный В конце концов Что же вы так степляете За какую-то Митическую собственность Да, поступил благородно Ушел и оставил Всю жене и ребенку Я Ларису покорил Я уверен Я обожаю Гузеева Какая она классная Вообще Слов нет Да, вот он такой Какой он есть Но Есть недостатки Но с ним можно Какие? Хвостики Его хвостик Его хвостик в виде ребенка? Да Это является обузой Определенной И мне тоже нужно Научиться к этому Относиться Пока Пока вы себя любите больше И свой комфорт И свой покой Любите больше Чем Ну, Светочка Вам 29 лет И навряд ли Мужчина взрослый С которым вы захотите Создать отношения Будет без этого самого хвостика Нет, я считаю Что она очень Материально ориентированная девушка Поэтому да Поэтому Ну, честно говоря Мне подарок Анакете не понравился Потому что Это унизительно Заставить женщину Таскать вот такое Количество килограммов А если бы она не подняла бы эти кружки Он бы еще бы сюда Швабру принес бы И полный бы курс Молодого бойца А как у нее руки заточены Даже говорить не хочу Нет Во-первых, Анакентия Мечтает жить в Баварии И что плохого? А жена должна На кружки таскать Ну почему? Ну там есть такая традиция Там есть такая традиция А что ее проверять тогда? Я в этом увидела Не знаю Мне показалось мило Игра Мне очень понравилось Конечно Еще Светлана, ты молодец Ты поняла Это игра На мой взгляд Сюрприз был чудовищным Потому что Он должен был сделать нечто для вас Если он мечтал жить в Баварии Ну можно было выйти Вам в баварском наряде Спеть песню какую-нибудь Или как-то вас угостить А он почему-то посчитал Что сюрприз для вас Это сделать вам задание Да еще такое Ну я даже не знаю Приравнять вас к официантке В общем Мне кажется, что Интеллигентность Не синоним светскости Вот Иннокентий Просто очень четко это доказывает Интеллигентный человек Это тот, который другого Никогда не поставит В неловкое положение Вам было неловко, честно? А он постарался вас неловко Я думаю, что если бы вам, Светочка С вашими манерами С вашим взглядом Было неловко Вы бы отказались от этого теста Я бы это не сделала Я спокойна Конечно В этом было что-то Какое-то веселье У нее фигурка просто Под пиво, под фартучек Великолепно Великолепно Впереди у нас Третий жених И судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Светлане Встретиться с третьим женихом Пожалуйста, проходите Здравствуй Меня зовут Александр Рад встрече Светлана Очень приятно Угу 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 Как бы Светочек принес Хоть один бы Здравствуйте, Александр Давайте на вас посмотрим Александр 36 лет Программист в торговой компании Мечтает открыть компанию По техническому обслуживанию компьютеров И объездить с будущей женой Весь мир Жена Александра Была его первой женщиной И крутила им Как хотела После развода Отсудила у него полквартиры На которой Не имела никаких прав Надеется Что Светлана Никогда не сделает ему больно Василис Может быть проблема Александра в том Что он вообще боится Каких-либо сложностей Боится испытать еще раз Вот такую же боль Нет, я думаю Дело не в этом Каждый развивается В своем собственном ритме Просто Александр развивается Ну может быть Чуть медленнее С верстников Тех, которые К 30 годам Имеют уже 15 браков За спиной 10 детей И так далее У всех свой ритм А Роза Как оцениваешь товар? Ну в том виде Который сейчас Пришел Александр Конечно Вы Не очень Но если вас Постричь Переодеть Побрить Не, зачем побрить Вы бритые То есть сделать вас Немножечко таким Стилизованным Вам самому понравится Самооценка поднимется И кстати Очень даже Козырный будет Жених Иннокентий Ты на сегодняшний день Лучший Лучший соискатель На это Лучший Вы в 27 лет Женились И она была Вашей первой Женщиной Ваша жена И как развивались Отношения? Получилось так Что она была Много опытнее меня У нее уже первый брак Был за плечами Четырехлетний Вот А я был практически Мальчик А сколько Вот прожили По времени В абсолютном счастье После свадьбы? Ну в общей сложности Четыре года Получилось И что потом началось? Что ее перестало устраивать? Ну Как высказал мне Ее отец За столом Вот В нетрезвом виде В нетрезвом виде Да Что я мало зарабатываю Что я никчемный муж А она больше вас зарабатывала? Что родители для меня ничего не сделали Да Она закончила Языковой вуз Вот И Работала В иностранных компаниях Вот Саша Когда вы попросили ребенка Она сказала Рожу Если ты будешь сидеть С малышом Да? Ну Скажем так Да Она планировала Что если будет ребенок То С ним должен сидеть ясно Но многие семьи Так Кто больше зарабатывает Тут и продолжает зарабатывать А тут меньше Сидит Понятно Но все-таки В силу того Что я не планировал Становиться мамой Вот Я хочу детей Я готов сидеть с ребенком Вот Но Я должен это сам решать А вообще часто попрекала То что вы не зарабатываете Унижала? Скажем так Она не попрекала Но Мягко намекала Вот И А по дому она занималась Или Все домашние хозяйки Ну Скажем так По дому приходилось Заставлять ее заниматься Вот То есть Этого она не любила Вот Ну Домохозяйкой она не была Саша А как получилось Что после развода Она прихватила квартиру Вашу Ну часть квартиры Ну Это Вообще глупая история Вот Я жил у бабушки Был заключен до гурориенты Вот А он возмездный Как все знают Вот И Просто не продумали Из последствий Вот того Что может быть потом При разводе Допустим Если Так сказать Неудачный брак будет Вот Мы просто об этом не думали Тогда Ну вот А женщина оказалась Не промах Ну К сожалению Да Скажите пожалуйста Вот сейчас сидит Перед вами Светлана Несмотря на хрупкость Нежность Девушка прагматичная Земная Для нее тоже не все равно С чем придет В ее жизнь мужчина Вы будете кстати Брачный контракт составлять Думаю что нет Почему Я Лариса Об этом не задумывалась Я ничего не имею против Но я не могу сказать Что я однозначно буду делать А вы Александр будете Вот теперь в новых отношениях Думать о том Чтобы не остаться Совсем У разбитого карета Скорее всего Я буду выбирать Того человека В котором я буду уверен Не будете да Составлять То есть на те же грабли Ну Скажем так Все таки нет Дело не в этом Все таки я считаю Что надо верить Хорошо Александр А чего вы сейчас ищете Вот какого счастья Для себя хотите Ну Хочется наверное Все таки взаимопонимания Вот Я считаю что это самое главное Ой вы знаете Вас вот просто недолюбили Вот чаще всего Мы конечно и про деньги говорим Конечно и про чувства говорим Но вот я обращаюсь Ко всем женщинам Дорогие мои Проявляйте чувство любви Потому что Ну Без мужчин Собственно говоря Ну просто умирает Правда После первого брака Я это по ним Постал понимать Мне кажется Со Светланой рядом Не сможете жить Потому что Светлана сама нуждается В бесконечной опеке В бесконечных восторгах В обожании С утра до ночи Нужно хвалить Ценить Отмечать Как она все это прекрасно делает Готовит Убирает Стирать А вам хочется Мне кажется Чтобы вас самого Вот за те 36 лет Что вы Были недоласканы Вас нужно вот это взращивать Говорить что вы прекрасны Замечательны Сколько у вас достоинств Чтобы немножечко Чтобы вы немножко Самоутвердились Как мужчина Она вас и не выберет Александра Это однозначно Если Ну пожалеть Может Александр не переживайте Даже если она вас и не выберет Сейчас вас вся страна смотрит Вы знаете Сколько у нас Красивых Девушек В провинции Да с руками Оторвут Даже ваши полквартиры Знаете как За преданное пойдет Аж не переживайте Последние полквартиры Вы берут И все Прощайте Жилплощадь Да И на вокзал Только на будущее Когда вас увидят Эти самые миллионы девушек Все таки Учитывайте пожалуйста Что семейная жизнь Требует совместных договоренностей Меня изумила Фраза Я должен сам прийти К этому решению Если вы жену попросите Погладить рубашку И приготовить ужин Она скажет Недовидно меня В ближайшие два года Я должна сама прийти К этому решению Для того чтобы делать Что-то по дому В семье все решается вместе Мне с одной стороны Мальчику очень жалко Мне его жалко Да Всегда мне его жалко Он как-то вот Не сюда он пришел Честно говоря Хорошо Александр Вы приготовили Какой-то сюрприз Я знаю Да для Светланы Покажите Венский вальс танцуем Я не умею Не умеешь Венский вальс Один спел Другой заплясал Какой есть Слушай Какая пародия на вальс Смотри Как кузнечик Ать Ать Спасибо большое Прости Ничего Мне Такой галантный кавалер Спасибо Спасибо Вы можете проходить Своим другом В своей комнате И скоро узнаете Кого выбрала Светлана Молодец Ну молодец Я считаю Что вот Молодой человек Он Он как нераскрытый бутон Несмотря на его Какой-то жизненный опыт Ему надо больше Такой вот Уверенности в жизни И вот чтобы Вот для Света Нужен такой мужчина Который иногда Стукнет кулаком по столу Я не уверена Что он ей подойдет Очень нежный Вот его надо именно Вот Чтобы женщина Была сильная И его берегла Вот А Свете Надо наоборот Чтобы ее защищали Охраняли А мне кажется Вот Тот Который будет Зарабатывать Для нее деньги Сможет ли он ее любить Так же Я хочу быть замужем Быть замужем В нем я не вижу Ни защиты Ни стены Это Нет Это не мое А вы считаете Защитник Это у которого Громкий голос У которого Кулаки с вашу голову Да Нет По крайней мере Человек должен смотреть смело Мне в глаза Вы знаете Когда женщины Тоскуют От того Что их недолюбили Недоласкали Недослушали их Не были к ним Так вот Внимательны Вы сами Вы сами же Пренебрегаете Такими мужчинами Как Александр Ласковый Спокойный Что же вы все Хотите Каких-то По столу Стучальщиков Она хочет себе Все Чтобы уже все Было готово То есть Не она вместе Создает с мужем А она пришла На готовый Ну в принципе Да Дело не в том Кто сколько зарабатывает Дело в том Что люди должны Стараться для семьи Это не обязательно В деньгах выражается Но наверное Супруга просила Чтобы старался По другому Если не может Стараться деньгами Пускай старается Так С ребенком Заставил сидеть Да В общем-то Хорошего это мало Девочки Кого видите Рядом со своей подругой Максима Спасибо А вы что скажете Я разрываюсь Между Иннокентием И Максимом Потому что Иннокентий По-моему На сегодняшний вечер А Максим На всю жизнь Ты уже готов Я уже готов Лететь Красавец Я готов Лететь на крыльях Любви Я сделала свой выбор Спасибо всем Все свободны На вас Иннокентий Смотрел Такими глазами И так его Весь организм И ум И душа На вас Сработала Я номер один И я буду счастлив Если она выберет меня Про хвостик Про который вы говорили Да Поскольку Вам это не нужно То Мне остается Вам порекомендовать Максима Который Ничуть не хуже Но Все-таки Все-таки Да Александр Нет Конечно Заклюете Конечно Вытрите Об его ноги И бросите Выбросите его Мала вероятность Того Что она зайдет К нам Если она к нам зайдет Я выйду с ней Поддержу ее Вы относитесь К женщине Которую Которую Нужно Добиваться Мне кажется На эту роль Очень хорошо Максим подойдет Он будет за вами Ухаживать Пороги обивать Добиваться Магата Иннокентий Не будет Плюнет на это Откажется Первый раз И плюнет на вас Василиса А что звезда Я бы сказала Что выбор любого Из этих мужчин Был бы для вас Астрологической Точкой зрения Ошибкой Александр Совершенно просто Не тот человек Которого следует Выбирать Визуально Внешне Имело бы Смысл Заходить К Иннокентию Но он настолько Умно И четко Высказался о том Что вы же манны Кокетливы И пока с этим Нет перебора Но поскольку Вы вести себя По другому не будете Это ваша естественная Манера Очевидно Через какое-то время Перебор для него Настанет Он устанет Будет поддевать вас Подкалывать Но в общем Боюсь что отношения Тоже не сложатся Остается один вариант Максим Слушайте свое сердце Тем более вы уже выбрали Младого человека Идите к нему А мы вас поддержим Выражайте Симпатию нашим Будущим героям Отправляйте СМС К номерам По телефону 4 4 Оксана 26 лет Номер 1466 Хозяйка Компании По продаже Недвижимости Ищет брюнета Крепкого телосложения С которым Ей не страшно Будет прыгнуть С парашютом Людмила 30 лет Номер 1467 Менеджер По туризму Фотомодель Ищет Состоявшегося Мужчину Которому В комплекте С ней Достанется Лучшая Теща в мире Мы не знаем Будет Светлана Одна Или с избранником Я приглашаю Всех И поддержать ее Мамочка Я жду вас Здравствуйте 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 Если вы хотите Оказаться на месте Наших героев Заполняйте анкету На сайте Первого канала Я Ларисе Гузееву Желаю Чтобы любимый человек Обязательно Сказал вам Давай поженимся Спасибо ребят Удачи Я ему звоню Говорю Илья в чем дело Он говорит И дело моей женщины Это Я считаю Это мою бабушку И он Стал хотеть от меня Детей Сразу же Сейчас 20 лет Я говорю У меня еще Ничего не закончено Молоко Коровье Пейте на здоровье Вообще Глаза у вас Недобрые Честно говоря Офигеть Они все Рассмотрели А папа Работает В государственном Предприятии Не знаю кем Но я из обычной Сумьянии Он живой? Да Давайте на этой Оптимистической ноте Вот тебе шапка Вот тебе шар Обязательно Портрет Марины И улыбка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому